Сегодня мы подведем итоги акции. Я имею ввиду голосование, которое проходило на СВИК-ТВ. Речь шла об установлении народных памятников нашим выдающимся землякам Егору Исаеву, Гаврилу Троепольскому и Виталию Воротникову. Эта акция проходила по инициативе депутата Государственной Думы, доктора исторических наук Руслану Георгиевичу Гостеву. Сегодня он в нашей студии. Руслан Георгиевич, здравствуйте. Добрый день. В нашей студии сегодня также известный журналист, писатель Эдуард Петрович Ефремов. Эдуард Петрович, здравствуйте. Эдуард Петрович тоже очень поддержал эту акцию. Итак, сегодня мы можем уже подвести... Вы пропустили еще Марья Николаевна Мордасова памятник. Нет, я как раз абсолютно точна, потому что в первую очередь мы поговорим, подведем итоги акции, которая уже была запущена на СВИК-ТВ, и там было голосование. Я вам докладываю, что 7 тысяч пользователей за это время зашли на эту страничку. 2056 человек поддержали вашу инициативу, против высказались только 48. У вас есть какие-то тоже данные, Руслан Георгиевич? Да, вы знаете, я даже не ожидал, что будет реакция такая. Дело в том, что, ну, вы помните, что это было в одной передаче, я высказал мысли, а СВИК обработал и предложил несколько больше, чем я думал. Так вот... Обсудить вашу мысль мы предложили. Обсудить мысль, да. Вы знаете, ну, во-первых, мы троих прокатывали в ходе голосования. Еще был Егор Исаев. Да, Егор Исаев. Егор Исаев. Вот три человека. Я думаю, что это выдающиеся люди. И когда вы начали эту акцию, я не сомневался в успехе. Но я не думал, что успех будет столь оглушительным. Это первое. Второе. Очень важно подчеркнуть, что мы запустили и опрос социологический, как можно сказать. И этот социологический опрос показал, что люди интересуются этой проблематикой. Более того, не только интересуются, но в ходе опроса люди очень энергично высказывались за то, чтобы обсудить и памятник установить Марьи Николаевне Мордасовой. Я думаю, что для Воронисова это очень известная певица, гениальная певица. Я сожалею, что она ушла только в частушки, потому что я убежден, что она по таланту Зыкина, по таланту с Зыкиной можно сравнивать. Но зато, уйдя в частушки, она частушку сделала высоким жанром. Нет, я с этим согласен. Я с этим согласен. Дело в том, что я думаю, что у Людмилы не получилось бы частушка. А вот у Марьи Николаевны русская песня, настоящая талантливая песня, не только русская, а та песня, которая на эстраде звучала, она бы пела ее прекрасно. И она себя и ее слушателей несколько, в данном случае, обманула в ожидании. Но вместе с тем, вот люди расширили список. И сейчас этот список из четырех человек. Вы знаете, я не исключаю, что в будущем этот список может пополняться. Ясно, что это акция не одного дня. Мы опрос закончили, и вот то социологическое исследование, которое мы провели, более пяти тысяч ответили на вопросы. И там тоже единицы людей, которые высказались против. Я думаю, что те, кто голосовал против, не потому что они против этих кандидатур или еще что-то, а просто имеют свою какую-то позицию и хотели бы, ну, что-то сказать свое и показать свое я. Это нормально. Это нормально. И так мы имеем пять тысяч опросов, две тысячи на СВИКе. И в пределах ста человек из этих семи тысяч высказались только против. Поэтому я думаю, что... И еще один момент. Дело в том, что вот эта инициатива, она совпала с 90-летием со дня рождения Виталия Ивановича Воротникова и 90-летие Егора Исаева. При этом, как мне кажется, хотя чиновники не говорят об этом, но они вынуждены реагировать на все это. И достаточно сказать, что, скажем, в том же Боброве установлен памятник, постамент, установлен уже Егора Исаевна. Я знаю абсолютно точно, что будет установлен памятник Виталию Ивановичу. Это широко инициатива обсуждалась в землячестве. И землячество практически готово к тому, чтобы сделать это. Более того, определено, как я знаю, место, где будет этот памятник стоять. Поэтому два памятника... Не говорю, что мы, но народ, вот эта востребованность этой идеи подтолкнула и землячество это сделать, и, скажем... Землякова, Егора Исаева. Да, Землякова, Боброва. Кстати, я хочу сказать, что я вот в последнее время стал обращать внимание на это. Вот мы были на днях и в Новохоперске. Прекрасная есть аллея героев Советского Союза, героев соцтруда. В том же Боброве, в том же Богучаре, в той же Кантемировке. Ну и в ряде других, во многих районных сценах. Я знаю, что в Воронеже готовится тоже где-то 15-20 будет скульптур, посвященных героям Советского Союза. Но я убежден, что не только герои Советского Союза. Скажем, в памяти воронежцев есть богатырев такой, Николай Григорьевич. Великий рабочий человек, герой соцтруда, который 3-4 нормы выполнял в течение 5 лет. И он стал героем соцтруда. Это все надо помнить, ибо память, она позволяет быть человеком. Память перед прошлым, это ответственность перед прошлым. И мы должны лучше брать из прошлого для того, чтобы двигаться вперед и жить в настоящем. И отсюда, я думаю, что впереди проблема и того же Богатырева, и ряд других героев соцтруда, или генеральный конструктор на КБХ Конопатов. Ведь великий человек, гениальный человек, академик, плюс к этому герой соцтруда и так далее. Все это надо помнить, потому что уходят люди, которые знали непосредственно этих людей. Вы знаете, я сейчас подумал вот о чем. Вот ходишь по земле, рядом с гением, и не замечаешь, что он гений. Потому что тебе кажется, что ты почти такой, как, ну, книжку написал хорошую, или хорошую поэму написал человек. Ну, а потом, все же остальное, мы встречаем, чай пьем, спорим, дискутируем. Они же такие, как мы. И я вот как-то говорил, я дважды встречался с Троепольским, и я очень жалею, что у нас колючие встречи получились. Очень жалею. Я мог бы получить от этих встреч значительно больше, для того, чтобы я вырос морально, нравственно вырос, потому что вот этот дед, который пришел ко мне за 80 лет, конечно же, я должен был бы почерпнуть. Я это не понимал, потому что меня поджимала работа, я хотел узнать его позиции и так далее. А он хотел мои позиции, и мы бодались там, где не надо нам было бодаться. А потом проходят годы, а оказывается-то ты встречался, ты встречался, с гением встречался, обсуждал ты какие-то проблемы и так далее. И причем, может быть, мы и не совпадали в позициях и вовзлядах. Я и с Егором Исаевым, и с Виталием Ивановичем хорошо их знал, великолепно знал. Мы дискутировали, спорили, но я думаю, что я тоже иногда упускал эти позиции, потому что, вы знаете, как мне было интересно, тогда, когда сидел, скажем, Виталий Иванович и Егор Исаев, и начинали между собой дискутировать. Это чудесно, это чудо. Я буквально балдел, млел от того, как Виталий Иванович начинал заводить Егора Исаева, Егор начинал заводиться, потом Егор уже начинал декламировать стихи, и Виталий Иванович потом начинал его успокоить. Да ты, Егор, успокойся, что ты... Ну да, он такой симпирамидный трибун. Причем, да, он трибун, а Виталий Иванович уже очень такой выдержанный, спокойный. И вот все это, это школа жизни была. И я думаю, что мы должны как можно больше это делать для того, чтобы была память сохранена. И о тех людях, о которых мы помним и устанавливаем памятники, мы должны рассказывать из поколения в поколение. Они заслуживают это. А то иногда можно услышать, а что Бородников сделал для Воронежа? Удивительно. Или кто такой Тройпольский? А я говорю, да вы прочитайте Тройпольского книжку одну, не надо все произведения читать, а черный бим, белое ухо. Прочитайте, и вы поймете, кто, 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 кто Тройпольский. Или возьмите, не читайте поэзию, всю поэзию Исаева, почитайте его поэмы. Ведь гениальные поэмы. И причем есть поэмы, которые, я не боюсь это сказать, на уровне Твардовского. На уровне Твардовского. И не в худшем тоне, и не в худшем стиле, и не в худшем слуге. Ну какой сочный наш русский Воронежский говорок, Коршевский прорывается там. Ну я что, заговорился? Нет, конечно нет. Я просто хочу спросить о следующем шаге. Вот что касается памятников. Вот следующий шаг какой может быть? Я думаю, что, я сейчас подставлю Ефремова. Я думаю, что мы должны создавать фонды памятников. И в связи с этим, я думаю, что мы создадим. Если даже нам будут мешать. Если будут рассказывать какие-то начальники от культуры, еще от чего-то. Что это не надо, что мы, он, все мы знаем. Мы знаем, куда мы идем. Да, и мы все сделаем. Мы знаем, что народ всегда выправит нас, если мы не правы. Но еще больше выправить чиновники, которые могут взорваться. Так вот, мы создадим фонд. Создадим руководящий орган этого фонда. Он будет небольшой, потому что здесь много не надо. Я думаю, я вот хотел бы предложить, чтобы руководство фонда взял на себя Эдуард Петрович. Вот видите, как он... Это подстава. Это подстава. Я сейчас тоже отвечу. Я, в общем-то, считаю, что он хорошо, с хорошей стороны, известен многим читателям и многим жителям Воронежа и Воронежской области. То есть, его авторитет будет работать на то, чтобы мы сделали хорошее, добротное дело. И будем работать. Я, в крайнем случае, знаю, что я, как только будет принято решение, счет будет открыт, я постараюсь одним из первых быть для того, чтобы внести эти свои деньги. Я думаю, что мы заведем памятную книгу. Я думаю, что мы заведем специальные листы, которые будем вручать тот, кто внес свою копилку. В крайнем случае, мой младший внук, который творческая личность, он иногда бывает в творческом застое, он в четвертом классе сейчас и заканчивал. Очень хороший. Главное, вязать умеет. И вязать умеет, и лепить умеет, и рисовать умеет. Он тоже под моим влиянием уже говорит, что я тоже внесу. Но вы-то не вяжете. Не вяжете. Я вышивать умею хорошо. Поэтому вот так. Поэтому думаю, что в ближайшее время мы это сделаем. И пусть Эдуард Петрович светится. Ну, а я ему буду помогать. И хотелось бы, вот, Эдуард Петрович, давайте скажем тем людям, которые нас сейчас слушают. Вот о чем? Я вот эти 48 человек и какие-то десяток из социологического опроса, которые были против. Вы знаете, мотивация может быть такая. Да, достойны памятников. Но почему? Опять я даже где-то комментарий прочитал. Почему опять на наши деньги? Вот давайте все-таки еще раз скажем, что такое народный памятник. Почему? В чем его ценность? Никитин народный памятник. Народный. Кольцо народной памятник. Пушкин в Москве народный памятник. И это намного ценнее, чем власти поставят какой-то свой памятник. Причем, я извиняюсь, вы знаете, я вот представляю, я думаю, что вот Мадасову нельзя ставить на постамент. Высоко ставить. Я бы ее, вот мне увидится, что она стоит в сквере, в нашем, и мимо люди идут. А в какой-то час даже посвящается тому, что она поет. И звучат частушки, скажем, часа до двух звучат ее частушки. И не важно, это весна, лето, зима. И можно подбирать и частушки, которые, соответственно, будет петь Мария Николаевна. Ведь это святое, это воспитание людей. Я не говорю, что именно так будет. Я не говорю. Потому что скульпторы будут работать, будет конкурс, будет все, что надо. Но мы должны это сделать. И не для них. Их уже нет. Мы должны сделать для себя. Память о них, это для нас очень важно. Вот когда так говорят о том, что, почему за наш счет опять. Вы извините, а не за наш счет делается все остальное? И делается то, что народом не принимается. Нас не спрашивают. И те же самые памятники. И вот вам маленький пример. В Верхнем Мамоне готовится мемориал, посвященный освобождению и юным минерам. И почему-то проект спроектирован итальянцем. Цена заоблачная. Хотя предлагали люди по очень цене. Но кому-то выгодно другое. Это просто говорит о том, что и когда мы будем делать памятник по любви, А если бы этот памятник был народным, он именно народным, уже готовы были минерам сдать деньги, Уже проект был готовый, бесплатно проект человек делал. Нет, это не устраивает. Потому что при памятниках идут, извините, очень хорошие откаты. И я думаю, что когда возьмемся мы и под контролем людей порядочных, Памятники удешевятся в несколько раз. И тем более, когда Руслан Георгиевич, Кстати, Святослав Иванов очень хорошо выступил. Это подстава к вам. Мы упустили Егора Исаева. Упустили. Потому что проект не обсуждали. Сделали Исаев не похож. Вы имеете в виду тот памятник, который установлен в Боброве. Я с ним не согласен. Похож он, но своеобразный. Он похож на всех остальных, которые вокруг него. На Матрёну, что ли, Тимашову? Похож. Вот такая герой была. Нет, ну понятно. С другой стороны, вы знаете, я не помню памятника, Который бы безоговорочно принимался всеми. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Это прямо вот диаметрально. Речь идет о качестве. О качестве. И вы знаете, у нас без привлечения в Калаче живет выдающийся скульптор Александр Егорович Казеньев. Казеньев, да. У которого, наверное, уже около десятка памятников поставлено за рубежом. В Санкт-Петербурге, в Подмосковье. Только не в Воронеже. Потому что в Воронеже ему говорят, пусть он научится яблоко рисовать. Вот жаль, что я не взял его работы, в смысле, ему посвятить даже можно передачу, показать, что это такое. И дело-то в том, что у него качество памятников, они живые. Они вот в Калаче вот даже стоят эти бюсты. Я таких не видел нигде. Ну вот, организуем фонд, и там все эти вопросы, естественно, будут обсуждаться. И, кстати, будут, я надеюсь, прозрачные. У фонда откатом не будем. И у фонда откатом не будем. Кстати, вы знаете, он меня сподвиг на то, что когда я загорелся вот этим. И у меня материал был, и вот как раз Марья Николаевна, и вот мы планируем, что брошюрки издавать, чтобы... И вот еще... Просветительские, да? Просветительские. Вот, допустим, я был один из сомневающихся по поводу памятника Воротникову. Почему? Хотя я с ним встречался однажды и на всю жизнь. Ну, думаю. И я начал заниматься этим. И вы знаете, это был... Это был не партийный работник. Это был, извините, Руслан Георгиевич, не политик. Это был просто замечательный человек, практик, который умел работать и делать дело. Ему было безразлично, потому что он дважды пытался уйти из партийных органов. И дважды его возвращали, потому что, ну, дисциплина есть дисциплина. Это вот человек из когорты Конопатовых, Козбергов. Это люди, которые... И понимаете, его вот... Когда был его на его родине, кстати, он родился, это уже точно установлено, в Красном Лимане Панинского района. Потому что жива до сих пор одна бабушка жива, Анисмова Дарья Степановна, которой 17, в 98 лет. Они дружили с семьями. Она очень много интересного рассказала о Воротникове. И вот его любили. Его любили, его понимали и объясняли. Слово, о нём можно отдельную передачу. И вот открылся новый пласт. Я думаю, что когда мы сделаем материал об этом, мы много узнаем такого, что... Ну, с другой стороны, понимаете, нельзя... Я понимаю, о чём вы говорите. О том, что нельзя человеку ставить в вину то, что он в то время, когда руководство вообще было... Была единственная партия, и он был в этой партии и возглавлял... Нет. То есть это вообще смешно. А кто в вину ставит? Нет, ну вот люди, которые сейчас говорят, ну вот как мы можем поставить памятник вообще коммунистическому деятелю, да? А как себе Жириновский поставил памятник? Нет, вот Жириновский, ладно. Я просто говорю про то, что это вообще очень странная аромат. Я думаю, это люди, которые говорят, они без памяти. Надо помнить о том, что советская власть дала очень много. И если бы не было советской власти, то мы не имели бы космоса, не имели бы победу в Великой Отечественной войне и многое ещё. Да, были и проблемы, были и острые проблемы. И не надо от этого уходить. И отвечать за это надо. Но не надо всё в кучу сваливать. И тогда, когда у отдельных лиц появляется желание обмазать всё и всея, надо посмотреть, что это за светлые личности сегодня. Что сегодня у нас творится? Если уж на то пошло. По сравнению с тем, что было. Разве можно представить о том, чтобы мэр, представитель госполкома Воронежского мог на 160 миллионов ущерб нанести казне? Приморский наш хороший. Владиколк. Нет, я говорю, что можно так продолжать. Понимаете? Конечно. И тогда значительно более мелкие деяния по воровству и по коррупции жестоко наказаны. Сегодня мы уже, вот меня сегодня задавали вопросы, я так шёл, мне кое-что задавали вопросы, как и что понять. А очень просто. Мы привыкаем к тому, что коррупция у нас везде, о том, что надо везде подмазать, везде чего-то дать и так далее. Но мы не об этом, мы сейчас говорим о Виталии Ивановиче. А Виталий Иванович, это, я не согласен с ним, Виталий Иванович очень партийный работник. Очень партийный работник. Хотя один раз мы сидим с ним, беседуем. Ты мне скажи, как ты работаешь? Как вот ты, первый секретарь? Я говорю, Виталий Иванович, ну как? Один раз скажу, второй раз скажу, потом третий, а потом? А потом, говорю, если не получается, меня не услышали, я встаю и пошёл делать. Он, видишь, а я, говорит, не успел подумать. Не успел повезти глазом, а уже люди бегут, бежали и делали. Я говорю, Виталий Иванович, что сделать, совсем другая ситуация. Посмеялись. И он, я хочу сказать, он до последних дней живо интересовался всем, что происходит в Воронеже. Он очень близко воспринимал успехи. Он вообще ему радовался, по-детски радовался, потому что ему было приятно. И в то же время огорчался очень, если что-то в области или в Воронеже что-то не так, что-то вот не получилось, скажем, не полетело что-то или ещё что-то. Это идёт не от партийности. И это, дайте мне сказать, а то сейчас опять... Дело-то в том, что вот мне очень понравилось, когда Руслан Георгиевич сказал, что карится по поводу некоторых переборов в беседе, по юности, по недомыслию. Правильно, он одно дело, с Троепольским. А я искренне каюсь, потому что я был в конфронтации с партией. Я был в конфронтации с обкомовыми партиями. Потому что у меня работа такая. Я корреспондент. Я не каюсь по поводу того, что я критиковал, но я каюсь, когда началась перестройка, и вдруг нас, с обкоров, мы были участниками, когда опечатывали обком партии. Мне до сих пор стыдно перед Валерием Лебедевым. Он говорит, ну ты-то что здесь? И о нас стянули. Потом мне звонят и говорят, Эдуард, ну а вот следующая акция, сжигание партбилетов. Как партии? Ну ты же против партии? Да нет, я не против партии. Я за гостя, но против Сидорова, который там, как человек. Я за Варитникова. И как я могу быть против партии, когда мой отец в 42-м году на передовую вступил после трех ранений? Это предательство. И вот, когда мы говорим о прошлом, это очень опасно. Вот сейчас штука все мазать. Советская власть дала многое. Ну другое в то время не было, а страна живая и развивалась. А сейчас много и классно развивалась. А сейчас много и есть, Надежда Александровна. Сейчас много и есть, а одного нету. Нет совести, нет порядочности, нет того, что имели мы. И бесплатное образование, которое вы получили, и лечение, и дети не думали, где отдыхать. И я на свою маленькую зарплату мог скопить и поехать на Юхове, куда угодно. А сейчас в Синелипеги не доеду. Ладно, это уже о другом. Ну да, мы не будем ни то время, ни это время. Нет, ну это как раз память и памятники. Да. Потому что и памятник, вы правы, он должен сопровождаться еще нечто другим. И работать, чтобы и там что-то звучало, какое-то было оформление такое, которое напоминало... Ну то есть не поставили и забыли, а надо было все время. Проходя мимо, проводя экскурсию мимо памятника Виталия Ивановича, некая экскурсовод вдруг не брягнула о том, что а это Воротникова, политический деятель времен Аллы Пугачевой. Ну понятно, да. Я думаю, что Алла Пугачева и Воротникова это очень из разных опер. Хотя певица тоже известная, много напела, более 500 песен и так далее, и так далее. Но я подчеркиваю, что каждый должен... Надо уважительно относиться к прошлому. И памятник будет стоять в Воротникову, и это в экскурсиях должно приводить людей и говорить о Виталии Ивановиче, который стал очень важным периодом жизни для Воронежской области. Так же, как Марья Николаевна, мимо проходя и услышав ее частушку, а частушки у нас поют. Даже если все либерально... Я чуть не сказал нехорошие слова. Если все либералы скажут о том, что у нас частушки не поют, надо съездить им в село, но в село надо предупредить. Приедут вредители, которые не любят вас и так далее. Ох, они в частушках их разденут. Без штанов уйдут. Это будет всего для народного творчества. Пугачева, великая певица. Да, замечательная. Ну, не великая, а замечательная. Замечательная певица. Но для меня главное, куда она поведет. Мы с ней встречались. Вот. И мне было это... Я знал, куда ведет Мордасова. Мне было важно. Я понимал, куда Зыкина ведет. Я согласен. Я не призываю ставить памятник Али Пугачева в Воронеже. Мы с ней долго перезванивались. И хотелось встретиться с ней. И когда в Москве я был, дозвонился. Наконец-то она говорит, приезжай. Я приехал в театр, как раз, эстрады там был. И она меня встречает. Как? И ты, Ефремов, журналист? Я опешил. Я говорю, а что? Я думала, ко мне войдет настоящий мужчина. С таким басом. Ну, я же не виноват. Петь-то я не умею горло. Вот. И я... Я говорю, нет, я ей разговаривать не буду. Я говорю, знаете, я пришел задать вам один вопрос. Вот там стоит толпа. Действительно, толпа стояла невероятно. Не могли бы пасть на концерт. Ее там ажиотаж. И говорю, среди этой толпы два моих сына. Образно говоря. И мне интересно, как отцу, куда вы их своими песнями поведете. Я уже тогда был интересным. Она... Это... Как зовут твоих сыновей? Я говорю, Константин и Антон. Она начала программку, написала. Константину и Антону до встречи с Воронежем. В Воронеже вы будете единственным журналистом, когда я к вам приеду. Я говорю, Алла Борисовна, больше я с вами никогда не встречусь. Ну, ладно, оставим Аллу Павачеву. Да, да. И, кстати, ну, она может быть женщина с юмором. Здесь по-разному можно это воспринимать. Смеяться можно, но это чем и как. Ну, да. Ну, оставим. На самом деле, оставим в покое Аллу Борисовну. А давайте поговорим о Марине Николаевне. Тем более, что у вас не так давно была презентована книжка, посвященная Марине Николаевне Мордасову. Вот эта книга, и давайте посмотрим. Я вот, значит, Надежда Александровна, пользуясь случаем, прямо в присутствии телезрителей, дарю вам эту книжку. А вышла она благодаря, кстати, вот начало пути к памятнику Мордасову, она вышла благодаря Руслану Георгиевичу. Потому что мы забываем о том, что для меня он, мне интересует, какой он партии. Я знаю других партийцев и других партий. Но это единственный депутат Государственной Думы, который тратит деньги, свою зарплату думскую, на издание книг, на издание журналов. Он издал уже, наверное, более 30 очень-очень интересных и полезных книг. И Молодая гвардия, как закалялась сталь. И вот последняя презентация, это уже была, по Зое Космодемьянскому, а вот «Дворянство в Воронежске». Это уникальная книга. Вот сейчас выходит уникальная книга, за которую, наверное, будут благодарить. Мы переиздаем, то есть мы, извините, это я примазался. Ничего, ничего, ничего. Ну, просто поднес я этот снаряд. Полина Лерина Борозина знает. Да. Вот, ее замечательный учебник «Литература народа СССР» отредактировали, добавили. И мне кажется, эту книгу ждут и азербайджанцы, и армяне. И вот это то самое дружба, которая... Так что вот тут, Руслану Георгиевичу спасибо. Я хотел бы подчеркнуть, что это уже не единственное то, что мы проделали. Потому что есть книги уже и о «Хорошей» или «Удачей» или «Неудачей». О «Драйпольском», о «Бессаеве». О «Бессаеве» есть. И есть еще ряд книг. Я думаю, что это книги, которые... Вот сейчас у Воротникова подготовлены. «Золотой фонд» у нас. А в Воротникове вот он сейчас готовит. Все это предистория памятников. Потому что я не думаю, что исчерпывающий материал в данном случае Эдуард дал. Но это начало огромной работы. Я знаю, как хорошо эту книжку восприняли прежде всего те люди, которые работали вместе с Марьей Николаевной. Это очень важно. В хоре, наверное, очень хорошо. И я думаю, что и тот же русский хор, и наша филармония, филармония, и не только... Они примут активное участие в том, чтобы памятник Марьи Николаевне был создан. Мне кажется, проехать с хором, проехать с коллективами... У нас уникальная область, Руслан Георгиевич, у нас больше, чем в других областях, народных коллективов. Это благодаря тому, что... Да, это так. Это Сысоев, благодаря... Да, кафедра этно-музыкологии была открыта после Питера у нас первая. И первая. И вот проехать с этими коллективами, это, я думаю, что... А вы знаете, мне рассказывали в областном центре народного творчества, я не знаю, где они были, но где-то западнее, в одном из городов там был фестиваль. И когда... И там были наши коллективы, со всей страны были. И когда вышли наши коллективы, да как пошли по улицам, там такого нет. Ну, там обычно вышли на сцену, спели и ушли. А здесь, да бабушки, да такие в народных костюмах. Даже продолжая вот эту тему, Марья Николаевна, и не только ее, ну вот ушел из жизни Романа. Я уже боюсь соврать, сколько он лет руководил коллективом «Воронежские девчата». Ведь это целая эпоха в нашей воронежской культуре. И пройдет 15-20 лет, уже многие люди просто из памяти могут соскореться, те или иные факты из его жизни и так далее. Причем не надо делать монументы, не надо делать из этого что-то железобетонное, чтобы в бетоне постоянно... Ведь он был очень живой человек. У него было все в жизни. И успехи, и неуспехи, любил, не любил. Все это было. И вот об этом очень интересном, энергичном человеке создать, ну, я не говорю памятник, но создать хорошую книгу, это как раз очень важный, очень важный момент. Вот вы знаете, когда Виталий Иванович умер, я написал, ну, постарался, я как-то что-то умею писать, некролог. Приходит Шуваев, Володя, поэт, и приносит мне стихотворение. И я отказался от своего труда, я отказался, потому что мне Шуваевское стихотворение показалось намного более убедительное, более живое, нежели то, что я написал. И я и сейчас убежден, что я правильно поступил. Что вот ограничились мы в журнале моем только этим стихотворением в памяти о Воротникове, хотя о Воротникове мы уже ряд материалов опубликовали, так же, как и о Бесаеве, и публикуем, и будем публиковать, потому что это память, это память. Но надо писать не только о тех, кто сегодня ушедший, но и тот, кто живой, ходит у нас рядом, и все об этом надо говорить. Вот сейчас я готовлю справку. Рядом ходит Шевченко Владимир Ефимович, неоцененный, это выдающийся человек, без всякого, он много районов спас, это отдельный разговор, это уже. Вот, он вокруг своего дома посадил более 600 деревьев, он разбил парк, сквер, и он по утрам поливает, ходит. И вот когда только начал этим заниматься, из окна говорят, слушай, ты, дворник, а вот ты тут не подмел, у них полил, а у нас не полил. Он говорит, ладно, завтра я это успею. Какое завтра? Потом, говорит, я думал, что я ректор, он же ректор агро-ниверситета, я думаю, узнаю, что я ректор, все будут поливать. До сих пор один поливает. И вот понимаете, вот такие, вот даже парк этот взять, узаконить, и что это, парк посажен профессором, уже это памятник, уже вот разнообразие памятников, извините, это уже другое. Да, разнообразие проявления памяти и памятников. Спасибо большое, очень, мне кажется, у нас с вами был плодотворный разговор, и главное, что он открытый, нам еще есть о чем поговорить. Так что спасибо вам большое. Мы, по-моему, всегда открыты. Спасибо. 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 Спасибо.